Здесь, в одной из палат окружного военного госпиталя Читы, находится солдат-срочник из Татарстана. Новобранец ехал из родной Казани до Уссурийска, место будущей службы, но выпал из вагона поезда в Забайкальском крае. Не исключается версия, что ему помогли это сделать. И сейчас его родители приехали сюда, чтобы спросить сына, что же все-таки случилось. Юноша хотел служить, и родители решения всячески поддержали, поэтому отказываются верить, что сын выпрыгнул сам. Их версия избили и выбросили из вагона. Состояние его ужасное. Когда я его первый раз увидела, я своего сына отдавала в армию, а получаю его как с войны. Битый, перебитый. У него все глаза залиты кровью, можно сказать. Все вот эти белки, они все красные. У него вся голова в шрамах, ребра сломаны с левой стороны, зашиты пятки. Постоянно говорит, что к нему бабушка приходила, бабушка живет в Казани. А говорит, как будто она сюда приходила. Самое главное – голова. Он сейчас неадекватный. Виноваты в этом лекарства или травмы – пока не ясно. Наталья Перескокова вспоминает. В первые дни июня еще из вагона сын звонил ей украдкой от других призывников и сообщал, что с ним не общаются. Когда мы уезжали с северного вокзала с Казани, провожали своего сына, я посмотрела на его обувь, я говорю, какие хорошие вам ботинки раздали. Он говорит, мам, ко мне подошел прапорщик и сказал, у тебя, говорит, такие красивые берцы, я, говорит, у тебя их конфискую. Я подумала, что это шутка. Может быть, это был первый намек уже прапорщика к моему сыну. И утверждать я, конечно, не буду. Мать чувствует, дело пахнет инвалидностью. Сколько времени займет восстановление парня, не знают даже врачи. По факту ЧП с призывником из Татарстана и военно-следственной модели по Читинскому гарнизону действительно было возбуждено уголовное дело. По статье 110 УК РФ доведение до самоубийства. Пока в силу тяжелого состояния здоровья следователю не удалось опросить призывника. Но как только он придет в себя и будет такая возможность, то, конечно же, он проведет первичные следственные действия. Призывников по приезду в Уссурийск могли распределить по разным военным частям. Если так, то Читинскому следователю будет намного сложнее установить всех свидетелей рокового маршрута.